Данная работа Данная работа Данная работа Государственному учреждению культуры Луганской Народной Республики Краснодонский орден от дружбы народов музей «Молодая гвардия» Государственному учреждению Луганская городская поликлиника номер 11 Луганской Народной Республики Государственному учреждению Луганская городская поликлиника номер 12 Луганской Народной Республики В государственном учреждении Луганская городская детская поликлиника номер 1 Луганской Народной Республики. В государственном учреждении Луганская городская детская поликлиника номер 2 Луганской Народной Республики. Государственного образовательного учреждения среди профессионального образования Луганской Народной Республики, Луганский технику интернат. Государственное учреждение Луганской Народной Республики, Республиканский центр социальной реабилитации детей-инвалидов. Государственная инспекция труда Луганской Народной Республики. Добрый день, уважаемые коллеги. В этот, хотя и пасмурный день, у нас на лицах улыбки. Спасибо нашему правительству за то, что в это сложное, очень сложное время они не забывают о тех маленьких гражданах, которые очень нуждаются в их поддержке. О наших детках, которые имеют ограниченные возможности здоровья, о наших взрослых, которые имеют такие возможности или не имеют их. Спасибо большое. Эти ноутбуки послужат нашему общему делу, послужат тому, чтобы детки нашей республики развивали свои интеллектуальные способности и потом влились в наше общество. Мы приглашаем директора Государственного учреждения Луганской Народной Республики Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Мазаеву Ирину Юрьевну. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне сегодня от всего коллектива нашего республиканского социально-реабилитационного центра хотелось бы поблагодарить Анну Юрьевну и главу республики и правительства за то, что нам сделали сегодня такой царский подарок. Нам передали 18 ноутбуков для наших филиалов и отделения для детей, находящихся в тяжелых жизненных ситуациях. О них не забывают, о них тоже думают. И нашим детям будет легче решать вопросы дистанционного обучения, развития и учебы с этой техникой. Большое спасибо и надеемся, что мы будем дальше тоже получать такие подарки. Получать развитие. Спасибо. Конечно же, мы обязательно продолжим эту работу, и не только в отношении ноутбука. Я также хочу сказать, что техника вся проверена, все действительно работает, поэтому видите в скрытой коробке. В данном случае прошу вас не затягивать с оформлением необходимой документации. В понедельник Виктор Адронович вас всех ждет, что возможно вам сегодня часть документации выдадут для оформления дальнейшего. Постановление правительства по закреплению имущества уже было принято во вторник. Правительством проведена большая работа для того, чтобы обеспечить наши учреждения социального блока ноутбуками. Их всего на 65. Сегодня мы начали эту процедуру. Во вторник было принято постановление правительства по закреплению имущества, и определены те учреждения, которым эти ноутбуки будут направлены в самое ближайшее время. И в удаленных условиях. И эта техника будет использоваться не только детьми, но и в сфере здравоохранения. Наши ключевые поликлиники получили ноутбуки для использования своей работы, для того, чтобы внедрять новые технологии, для того, чтобы было удобнее записываться на прием. Мы проводим эту работу для того, чтобы идти в ногу со временем, и для того, чтобы синхронизировать наши процессы с сферой здравоохранения Российской Федерации в том числе. А сфера культуры также учреждения получили эти ноутбуки. Вот мы знаем, что у нас юбилей недавно отметили и театр на обороне, и цирк. Поэтому это тоже, скажем так, символичный подарок к этим юбилеям. Дети нуждаются в этой технике прежде всего, что обучение происходит, давайте скажем сейчас, с новыми технологиями. Необходимы эти ноутбуки, которые мы сегодня получили, три. Для нас это важно почему? Потому что сейчас, если посмотреть на спортсменов Луганской Народной Республики, это в основном дети, это от 10 до 16 лет, которые, в принципе, занимаются спортом. Они ведут наш спорт вперед, занимают места на таких соревнованиях, как в Российской Федерации, в Донецкой Народной Республике. Что касается ноутбуков, они помогают даже нашему центру фиксировать, продвигать и обеспечивать методически данные мероприятия. Помощь, конечно, огромная, несмотря на непростое время, что находится и время, и возможность оказывать помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, лишенным родительской опеки. Потому что именно такие дети, такая категория обучается у нас в учреждении. Мы сегодня получили четыре ноутбука, и, конечно, происходит обновление материально-технической базы, за что большое спасибо.